Дорогие друзья, меня зовут Антон Веселов. Сегодня мы беседуем с основателем Назаров и партнёром Александром Назаровым. Дело в том, что в его жизни и в жизни его партнёров, окружающих, наступил новый этап, значимый этап, как и, мне кажется, для всей новосибирской элитной недвижимости, так и для элитной недвижимости всей Сибири, а может быть и всего мира. О чём идёт речь? Что произошло? Ну, на самом деле всё очень банально, просто и, наверное, неожиданно. И для всех, и для нас. Хотя я, наверное, сам себе отвечаю уже достаточно часто и долго, что это такая давнишняя история, она зрела в голове, и вот сегодня она реализуется. Мы приняли стратегическое решение и выводим на рынок новый проект. Он называется «Дорогой Новосибирск». Это одна из составляющих этого проекта. Это выпуск дорогого глянцевого журнала, так как будет называться «Дорогой Новосибирск». Почему одна из составляющих? Потому что есть ряд ещё уникальностей этого проекта. Ну, наверное, мы об этом поговорим. Поэтому вот такой журнал мы готовим к выходу на рынок. В этом году мы уже порадуем, надеюсь, порадуем новосибирское сообщество, и не только новосибирское. У журнала, наверное, вы сразу услышали, я к зрителям обращаюсь, потому что Антон это всё слышал уже. Чё, что это значит? И знает, да. Значит, что у «Дорогого Новосибирска» два смысла. Мы говорим о «Дорогом Новосибирске», о деньгах, о элитной дорогой недвижимости, то, чем мы занимаемся и на чём мы специализируемся. И мы хотим к этому рынку привлечь внимание. Показать товар лицом? Показать товар лицом в Новосибирске, потому что новосибирский рынок элитной недвижимости, он какой-то заброшенный. Очень многие даже говорят, что его в Новосибирске просто нет. Какая элитная недвижимость? Никто им специально не занимается. Девелоперы, которые занимаются только элитной недвижимостью, они отсутствуют в корне. То есть, может быть, есть пул девелоперов, которые сделали по одному-два проекта, но они тоже занимаются, возможно, ещё и другими форматами. Никто этот рынок не образовывает, никто его не упаковывает, никто его не анализирует, и никто не ведёт за собой. А поскольку мы занимаемся коммерческой и элитной зарубежной недвижимостью, идём вот втроём условно тремя направлениями уже долгий период времени, вот сейчас, наверное, уже года два, прям захотелось, раз никто этим не занимается, взять в свои руки и попытаться для рынка принести пользу. Ну и для нас, естественно, не скрываю, и для нас, чтобы мы понимали, с чем мы работаем, люди понимали проекты, понимали, как понять, какой проект лучше, какой хуже, какие критерии, на что обращать внимание. И там много-много-много составляющих, где это строится. И вот мы даже рейтинги хотим запустить, чтобы, в общем, образовывать рынок. Ну и логично, вообще вся эта история идёт, ну, наверное, даже не от самой недвижимости, а захотелось показать Новосибирск с другой стороны. Потому что любые там соцсети откроешь, любые каналы откроешь везде, там, с людьми встречаясь везде, мы слышим один сплошной негатив. Дороги пыльные, дороги с ямами, администрация города и области работать не умеет, мухи, комары, мошкара, мосты не строятся. Ну, то есть мы все это всё знаем, и из каждого утюга это всё идёт. И, естественно, это так и есть. Понятно, что мы не видим другой Новосибирск. Не видим другой Новосибирск, не видим, возможно, даже той работы, которая делается, она же делается. И нам захотелось показать Новосибирск с позитивной, с хорошей стороны. И показать, а что есть в Новосибирске хорошего, какие достопримечательности, какие ценности, какие здесь люди и компании приносят пользу Новосибирску, чтобы мы могли Новосибирскому гордиться. Мы здесь живём. То есть если вас всё здесь не устраивает, то есть такая логика, если вы каждый день просыпаетесь с негативной какой-то позицией и начинаете всех чехвостить, встаёт вопрос, зачем вы здесь? Что вы здесь делаете? Может быть, поехать в другой город, где всё хорошо, или в другую страну, где всё хорошо. Если нет, ну, может быть, тогда сделать что-то для города, чтобы стало лучше. И вот наш ответ в эту историю, мы хотим привлечь внимание и сделать лучше, показать Новосибирск вот с такой хорошей стороны, создать, показать и микроклимат позитивный, показать дорогой Новосибирск, что здесь есть бизнесы, есть услуги, есть сервис, всё, что работает в премиум-сегменте, в лакшери-сегменте, в таком, да, и показать, что есть эта жизнь. И здесь есть обеспеченные, состоятельные люди, которые почему-то здесь живут, которые выбрали Новосибирск и почему-то отсюда не уезжают. У них здесь есть бизнесы, у них здесь дети, долгосрочные планы. Значит, их что-то устраивает. И мы хотим подчеркнуть это, показать и создать вот такой вот микромир о дорогом Новосибирске. Вот об этом поподробнее. Что касается флага передовика элитной недвижимости, он давно уже у Александра Назарова, тут нет вопросов. А вот что касается других пониманий словосочетания дорогой Новосибирск, то есть дорогой для сердца, дорогой для истории. Сердце, мурашечки пошли. Для какой-то внутренней нашей сути, такой дорогой и значимый для нас город, о чем пойдет речь в новом журнале и не только, в целой экосистеме. Логично, логично. То есть драйвером этого журнала будет все, что связано с дорогой недвижимостью. Квартиры, новостройки, опять же квартиры, апартаменты, коммерческая недвижимость, все, что идет за городные дома и так далее. И вот все, что сопутствующее связано с недвижимостью от дизайна, интерьера, архитектуры. И вот мы об этом будем говорить. Это будет серьезный блок в журнале и в этом проекте. То, что касается дорогого сердца Новосибирска, это тоже логичное продолжение, потому что не может быть недвижимость оторвана от Новосибирска. Это наш заряд, наша энергия внутренняя. Да, я долгое время специализировался на работе с международными компаниями. Когда они были, когда приходили в Новосибирск, открывали офисы, мы им очень большое количество помогли компаниям сюда зайти, большому количеству. Я их встречал, я их возил на машине по городу между бизнес-центрами. Я вынужденно работал экскурсоводом, рассказывая, расставляя какие-то акценты. И каждый раз, когда меня спрашивали, а что в Новосибирске посмотреть, потому что работа заканчивалась, приходил вечер, или всегда был какой-нибудь один день, чтобы познакомиться с Новосибирском, я начинал прокручивать в голове, и у меня как в ситуации такой ступора зоопарк, оперной. Академгородок. Да, и заканчивались, ну, там, понятно, я что-то еще там говорил, и я думаю, что у 90% населения Новосибирска такие же вопросы стоят. Приезжает кто-то, гость в Новосибирск, что посмотреть? И люди теряются. Соответственно, историю мало кто знает. И мы логично хотим, понятно, что такие проекты какие-то есть, и они хорошие, и в Ютуб, и в, не знаю, есть и на телевидении, и журналы об этом пишут. Ну, почему бы еще не появиться в одном проекте, который в связке с дорогой недвижимостью, в связке со своим видением, как это должно быть, будет об этом рассказывать. Мы хотим, естественно, говорить об архитектуре Новосибирска. Мы хотим рассказать историю Новосибирска через тоже архитектуру, показать, почему эти районы, там так-то называются, почему есть вот такие микрорайоны или какие-то сленговые, не знаю, тихая площадь, тихий центр, и где на самом деле правильно употреблять, потому что, опять же, а где вообще заканчивается центр? Районирование. Да, потому что каждый застройщик даже начинает использовать в маркетинговых своих каких-то целях, а мы в центре. Я говорю, ну как вы в центре? Центр здесь. Есть новый центр, есть центр Ленинского района. Мы хотим, конечно, тоже об этом поговорить, разобраться, делать вот такой контент. Мы хотим показать и памятники архитуры, рассказать историю. Этот дорогой Новосибирск. Рассказать о достопримечательности. Что же все-таки в итоге в Новосибирске есть, куда можно поехать, чем можно гордиться и что показать гостям, да и самим, собственно, посмотреть, потому что наверняка состав топ-10 или топ-20 каких-то достопримечательностей Новосибирска, редко кто из-за новосибирцев посетил все и может спокойно об этом говорить. Логично, Новосибирск – это люди. Самое ценное, Новосибирск делают люди, потом делают бизнес, и мы хотим подсветить этих людей. Мы хотим их найти, дорогих новосибирцев. То есть, недорогих, то, что он олигарх, а он сделал для Новосибирска что-то интересное, что-то хорошее. Он как-то его прославил, он привлек внимание. Человек определяющий. Да, он может быть телеведущий, и он звездный телеведущий. Он, может быть, изобрел какой-то препарат. Он, может быть, написал потрясающую книгу. Он, может быть, великий спортсмен. Или просто не обязательно великий. То есть, на любом этапе... Мы же все гордимся, когда даже сейчас эти люди не живут в Новосибирске. Они там певцы, спортсмены. Они же десятки лет. Но везде появляются статьи. Бывший новосибирец, или даже не бывший, новосибирец занял там... Да, он уже живет в другой стране. Да, он уже там, не знаю, в какой-нибудь команде Забугордера 10 лет. Но мы гордимся, что он новосибирец. И мы хотим найти таких новосибирцев, с ними поговорить и о Новосибирске, и отношения, и вообще показать, что и такие люди есть. И на самом деле очень часто в последние, наверное, лет пять мы замечаем, что и на центральном телевидении, и много где слово «Новосибирск» стало звучать все чаще, чаще, чаще. Не проходит ни дня, чтобы в каких-то новостях что-то не говорили о Новосибирске, что-то произошло интересно. Понятно, что там неплохое происходит, но что-то произошло интересно, что-то изобрели, что-то открыли, где-то открылась какая-то клиника, какие-то операции великолепные делали и так далее. И мы хотим с новосибирцами дорогими поговорить. Мы хотим поговорить с дорогим бизнесом. Бизнес, который делает Новосибирск, опять же, известным, сильным, привлекательным. И хотим показать людям этот бизнес изнутри. То есть, одна из следующих, наверное, уникальностей журнала нашего проекта будет допуск в святая святых. Да, будет вроде журнал печатный, что там еще можно изобрести. А мы хотим сделать уникальностью это видеоконтент. Поскольку мы с видеоконтентом работаем уже основательно и методично наверное лет осознанно прям 10 наверное. Да, много разных каналов, много разных интервью, подкастов, обзоров. Мы знаем, как с этим работать. И мы хотим пойти к людям, брать интервью, разговаривать. То есть, это видеоконтент. Мы хотим прийти в бизнес, на производство, в разные компании, в медучреждения, в театры и показать, как это все устроено. Процессы показать. Тайны из нас. Да, потому что мы все любим подглядывать. Вдруг из мамины, из спальни, кривоногие. И нам дом 2, за стеклом. Почему нас собирали такие рейтинги? Потому что людям интересно, что же там все-таки происходит. И мы хотим показать, как живут дорогие новосибирцы. Понятно, что это сложно сделать. Потому что Новосибирь все-таки не Москва, тут звезд не так много или их практически совсем нет. Но здесь есть обеспеченные состоятельные люди, которые живут в дорогих домах, в дорогих квартирах. И мы хотим показать, как они живут. Получается, журнал такая карта дорогого Новосибирска, а видеоподкасты и другие проекты, это такой навигатор по мультимодальному транспортному узлу, по центру науки, по центру культуры, по центру бизнеса. На самом деле здесь принимаются значимые решения. Здесь находятся главные складские помещения многих компаний. Здесь по-прежнему еще есть центр управления большим бизнесом. Ну и самые наши, наверное, два больших главных плюсы. конечно же, положение локейшн, локейшн, еще раз локейшн. Поэтому в Новосибирске прокладываются все дороги через Новосибирск и в Новосибирске принимается решение о передовых технологиях. центр науки. Вот об этом, обо всем и пойдет речь. Да, и даже сейчас же мы видим, что принято решение о прилокации, о переезде в Сибирь крупных корпораций, офисов, и они потихоньку начинают сюда смотреть. А это же тоже развитие города или городов, потому что необязательно будет это в Новосибирск. И от этого будет очень многое зависеть, начиная и от налогов, но и, скорее всего, это самым непосредственным образом будет сказываться на рынке недвижимости, причем не обязательно офисной или коммерческой, но и на элитной в том числе, потому что люди, которые зарабатывают верхний порог зарплаты, условно, и живут в приличной по московским меркам недвижимости, их берут и, условно, насильно перевозят в Новосибирск. Понятно, что они просто так не поедут. Или им компания должна обеспечить условия существования здесь и в недвижимости, или они сами начнут, не знаю, в зависимости от условий их контракта, или сами будут или арендовать, или покупать дома, квартиры, всевозможные апартаменты хорошего, достойного уровня. А поскольку Новосибирский рынок в недвижимости все-таки в зачаточном состоянии находится, им придется тяжело. И мы хотим и об этом тоже говорить, и показать, что сейчас нужно застройщикам в эту сторону тоже смотреть и бежать. Потому что может случиться такая ситуация, что компания приняла решение, она уже сюда собирается ехать, офисов нет хороших качеств, домов нет, квартир нет, с ремонтом вообще ничего нет, и переезд будет откладываться, а мы не получим город, не получим деньги, дороги там лучше не станут, в магазинах больше товаров не будет, потому что культуры больше не станет, потому что все равно все эти люди они за собой это все принесут, они и принесут где-то свой образ жизни, они начнут тоже капать на мозг всем, чтобы все стало лучше, как примерно как в Москве, чтобы фонари горели, чтобы грязи не было, чтобы можно было пешком ходить, чтобы безопасность выше, и я думаю, что вот эта волна она должна привести и к позитивным таким моментам для развития Новосибирска, а мы должны обеспечить вот эту всю инфраструктуру, все объекты недвижимости, и вот наша такая одна из миссий тоже, наверное, помочь понять вот эти все тренды, подхватить их и помочь сложить вот этот пазл. Что касается героев, все понятно, конечно же, каждый из нас хочет, чтобы Новосибирск остался Новосибирском, но при этом в нашем городе было как в Москве, это про героев, а вот что касается читателей, кто потребитель дорогого Новосибирска? Дорогие Новосибирска. Не менее дорогие Новосибирска. Классное название, то есть мы можем, каждый думает, что он думает так, так, на самом деле любой человек, который живет в Новосибирске, или кто жил в Новосибирске, он попадает под нашу целевую аудиторию, потому что мы здесь будем говорить об истории, мы будем говорить об архитектуре, мы будем говорить о культуре, мы будем говорить о ценностях и классных людях классном бизнесе да будет и дорогая недвижимость мы будем образовывать показывать радовать глаз и архитектурой и дизайном это вот такой новосибирск может неправильно такое слово влащеный новосибирс да то есть хорошая такая картина что город в котором хочется да мы хотим это показать что вектор развития понятно мы не хотим закрывать глаза я вот там вчера ехал по мосту и снял видео показывал как забыл опубликовать как мост тяжело дело делается все равно но но в состоянии конечно он таком печально как после бомбежки находится меня в этой ситуации удручает темпы вчера или позавчера опубликовали что вот эту дорогу будем делать ура все там кричат два километра дороги срок исполнения 26 год да я не делать дорог но логика говорит что это не должно делаться два года да наверное это связано с финансированием да это возможно связано с каким-то дефицитом техники дефицитом людей я знаю что большая проблема да но и естественно денег но я тоже самое знаю что сейчас там с приходом нового мэра и много улучшается я я каждый день я очень активный пользователь дорог я каждый день наталкиваюсь что полотно дороги срезана в центр весь пересрезан и перестилаются асфальт слава богу хорошо движение есть но и надеемся что все будет улучшаться мы знаем что на сибирск в этом году получил и еще получит гораздо больше денег чем там в прошлом году и это тоже хорошо удручает темпы почему нас там достраиваться мосты и почему там метро не открывается мы не скрываем этого и не стесняемся об этом тоже говорить но мы хотим показать и сделать акценты на хорошем дорогом новосибирске это же старая технологическая такая процедура когда с точки зрения психологии необходимо себя настраивать на самый стакан он наполовину полон или если ты окружаешь себя лучшими людьми ты рано или поздно тоже становишься какой-то степени лучше да если ты живешь в лучшие элитные недвижимости то у тебя и на все остальное становится требование гораздо выше у тебя появляется вкус и требование к вину не знаю к предметам интерьера к быту потому что это необходимый уровень которым это очень быстро привыкли опять же ведь это мы здесь живем на сибирске мы знаем где новосибирск а поскольку мы очень активные такие пользователи мира да мы с 11 года занимали занимаемся зарубежной недвижимостью до перелопачно порядка там 30 стран здесь партнеры мы очень много где были до последние восемь лет это постоянно проживание на кипре в том числе мы общаемся очень большим количеством условно иностранцев да и когда мы говорим о новосибирске или сибири там часть вообще говорит что это и где это но то что радует во первых сибирь знают новосибирск знают да но понятно что элементарные какие-то нюансики и мы хотим в том числе и через наш журнал через наш проект через наши все ресурсы на наш уже опять же эту всю аудиторию которая за нами следит и наблюдает тоже дать эту информацию потому что ну во первых у нас уже есть отношения доверительные отношения за нами следят очень большое количество людей и мы надеемся что благодаря и нам на сибирск станет известнее везде на самом деле люди все хорошие я не знаю может нам так повезло что но нам не встречаются плохие люди никто против новосибирской там россии ничего плохого не просто внутренние настройки да ну это все конечно все политика там так далее и людям людям люди нравится общаться тем более что весь бизнес у многих вообще нацелен там на друстистских потоках деньгах и когда хуже стало всем всех этих блокировок закрытий там всего и так далее и ну все там держится мы хотим дать информацию показать людей вот они мы вот такие и показать что у нас сибирска вот такой дорогой что здесь есть жизнь и возможно как раз люди с деньгами которые тоже думают может быть даже тех из госкорпораций которые будут сюда переезжать они увидят проект дорогой новосибирск такой о новосибирск оказывается не так и далеко надо показывать едем есть супермаркеты там есть бутики есть вот культура тут и школы есть образование здесь есть медицина на самом деле же это же общеизвестная тоже история что новосибирска и много москвичей приезжает за косметологическими разными услугами за стоматологическими услугами за много чем приезжает последнее время еще и на балет да а недавно у нас вселенной наши друзья которые из из кипра переехали в лондон написали слушают глобально зубами решили заняться все вообще все провели анализ все про лопатили не русскоязычный народ англичанка он там араб перелопатили всю информацию вот выбрали две страны турцию и россию в россии мы так проанализировали самый лучший город где самое лучшее все со стоматологией это новосибирск если могут приедем ты нам поможешь поможешь ориентироваться что не знает ни русского ничего как где вообще найти конечно мы были очень удивлены то есть сделали анализ и в новосибирск а поэтому конечно мы будем делать акценты для краткости если в финале презентовать дорогой новосибирск это такой путеводитель по всему дорогому что есть в новосибирске и сердцу и и уму ему и карману да и карман и карман спасибо огромное напоминаю что на вопросы отвечал основатель назаров и партнеры первооткрыватель дорогого новосибирска александр назаров меня зовут антон веселов ждите осенью журнал появится продаж а Субтитры создавал DimaTorzok